Здравствуйте, с вами я, преподаватель спецдисциплин Жумагомбетова Рошан Зинитулаевна. В сегодняшнем уроке у нас практическая работа, IP-адресация. Так, мы будем преимущественно разговаривать о IP-адресации четвертой версии, да? Эта тема очень сложная из всего курса и очень-очень важная. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и обязательно выполняйте все задания. Итак, место в модели OIC, IP-адресация имеет третий уровень, это у нас сетевой уровень. Сетевой уровень. IP-адрес – это уникальный сетевой адрес узла компьютерной сети, построенный на основе стека протоколов TCP. Очень важно, чтобы IP-адрес был именно уникальным, то есть не должно быть повторяющейся IP-адреса. В противном случае у вас возникнет такое понятие, как конфликт IP-адресов, и мы не будем знать, куда послать информацию. Будет конфликт. Соответственно, если устройство не будет IP-адрес, то оно не сможет взаимодействовать с сетью, поэтому наличие IP-адреса – это обязательное условие для того, чтобы хост мог взаимодействовать с этим IP-адресом. Так, IP может быть вручную с системным администратором, либо быть динамическим, то есть полученным от DHCP сервера. Так, давайте пробежимся по истории IP-адреса с четвертой версией IPv4. Так, IP-адреса четвертой версии появилась в 1981 году. Это спецификация RFC-791 и в настоящий момент является основным способом адресаться, несмотря на то, что закончились свободные адреса. Но, сразу, возможно, встанет вопрос, а если закончились адреса, как же подключаются новые устройства? Но есть методы обхода того же адреса. Эти методы мы будем изучать дальше. Очень важно понимать, что изначальная система счисления двоичная, то есть IP-адрес изначально существует в двоичном виде – нулей и единиц. Для удобства используется перевод в двоичную систему, то есть люди видят в десятичном виде, но изначально система – это именно двоичная. IP-адресация четвертой версии использует 32-битные адреса, ограничивающие адресное пространство четырьмя с лишним миллиарды мап-адресов. Это 2 в 32-й степени. Традиционный формат записи – это четыре десятичных числа. Каждое такое десятичное число называется акте. Это представляет единицы, соответственно, значение может варьироваться от 0 до 255 включительно и разделяется, как правило, точками. Например, 192.168.35.16. Через слэш может указываться маска. Длина маски под сети. Так, давайте разберемся, да? Маска под сети, она существует… Служебные IP-адреса – это адрес сети и широковещательный адрес. Адрес сети – это адрес логической группы IP-адресов. Например, если ученики, они учатся в классе 8b, вот класс 8b – это адрес логической группы учеников. Также и у компьютеров есть такое понятие, как адрес сети – это адрес логической группы IP-адресов, широковещательный адрес. Это адрес для отправки сообщений всем устройствам с этих широковещательных запросов. Очень важный момент – то, что служебные IP-адреса, они могут быть назначены устройством, то есть они заранее зарезервированы. И нет такого понятия, как какой-то IP-адрес. Например, там 10, 10, точка 10, что он – постоянный адрес сети или адрес узлам. Один и тот же адрес может быть как адресом сети, но он может быть адресом и узлам. Или широковещательных адресов в зависимости от маски сетей. То есть вам важно понимать не просто, какой у нас IP-адрес, а какая еще маска под сети. И в зависимости от маски сети у нас один и тот же адрес может менять свое значение. Так как мы начали говорить о маске сети, следует поговорить о масках сети, как они разделяются. Они разделяют IP-адрес на две части – это идентификатор сети и идентификатор узла. Еще называют адрес сети и адрес узла. Если помните, в MAC-адрес, и MAC-адрес – это 48-битное число, тоже разбито на две части. Первый 24 бита – это идентификатор производителя. Вторый 24 бита – это идентификатор конкретного устройства. В рамках этого производителя, там у нас значение постоянно, то есть 24 бита – идентификатор производителя. Я повторюсь, 24 бита – это идентификатор устройства в IP-адресе. Идентификатор сети и идентификатор узла могут занимать разные значения. Бит, собственно говоря, для того, чтобы определить, сколько бит выделено под адрес сети и сколько осталось адрес узлу, именно для этого нам нужна маска сети. Формат записи может записываться в десятичном виде, то есть, например, 255.255.255.0. Либо может записываться через дробь, например, IP-адрес слэш число слэш 24. Это та же самая маска, где 3 раза 255.0. Почему именно 24? Вы поймете позже из следующих уроков. Итак, как мы говорили до этого, в служебных IP-адресах поговорим, что они из себя представляют. Если в адресе узла представить, показать все нули, это будет адрес сети соответственно. Если в адресе узла в двоичном виде будут записаны все единицы, то это будет широковещательный адрес. И давайте посмотрим на вычисления с помощью маски сети. Итак, у нас есть IP-адрес 172.162.00.34.19. Обращаю внимание, что 0.16 я записала просто для графического удобства. Так же, как и 0.19. Просто для того, чтобы у вас симметрично располагались октеты друг над другом и, соответственно, маски под сети. 0.00 я заменила на 3.0. Итак, маска сети делит на две части, то есть у нас есть 0 и все остальное. Итак, что мы имеем? Маска под сети я записала в левую часть, красная, правая, зеленая. Мы маску сети накладываем на IP-адрес и таким образом мы видим то, что IP-адрес делится на две части, левая и правая. Соответственно, левая – это идентификатор сети, правая – сеть – это идентификатор конкретного узла в рамках этой. Так, попробуем вычислить дальше адрес сети. Как мы говорили, если мы запишем все нули, то мы получим адрес сети. То есть в нашем случае это 172.0.16. Широковещательный адрес – это будет все единицы в двоичном виде. Но в данном случае, в десятичном, это будет выглядеть так – 172.0.16.255.255. Давайте потренируемся с вычислением. Итак, у нас имеется IP-адрес 192.0.168.0.35.0.46. И маска в три раза – 255.0. В случае маска делит IP-адрес на две части, и мы получаем адрес сети. Ребята, дальше переходим в Moodle и выполняйте задание с расчетом IP-адресов. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.